В Петербурге 9 часов и 5 минут. Мы продолжаем нашу утреннюю программу и наш город готовится к празднованию 80-летия полного освобождения от фашистской блокады. И, конечно, к этой дате приурочено огромное количество мероприятий, и в том числе масштабная выставка «Город. Герой Ленинград», которая сегодня открывается в Центральном выставочном зале «Манья». Проект – это настоящее исследование жизни города и его повседневности во время блокады. Особые акценты расставлены на научных открытиях, которые были сделаны в это страшное время. Также на культурные и спортивные события, которые помогали людям выстоять и напоминали им, конечно же, о мирной жизни. В этот ранний час в «Манеже» уже находится наш коллега Ильдар Абитов. Мы с удовольствием передаем Ильдару слово. Ильдар, еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро, коллеги. Приветствую вас, дорогие наши телезрители. Седьмая ленинградская симфония Шостаковича. Пожалуй, самый главный музыкальный символ блокадного города. Поэтому неспроста отдельное место в экспозиции здесь занимает вот этот вот зал филармонии с музыкальными инструментами. Вообще, выставка – это такая панорама разных сфер городской жизни блокадного города. Город, который выстоял, несмотря ни на что. Но вот подробнее об остальных сферах нам прямо сейчас расскажет Анна Ялова. Анна, доброе утро. Здравствуйте, Ильдар. Здравствуйте. Важной деталью вообще экскурсии является аудиоспектакль, который могут послушать зрители в сопровождении пяти героев пройти через весь путь. Кто эти герои? Это социальный портрет жителей блокадного города. Когда мы задумывали эту выставку, мы понимали, что она должна быть очень правдивой, очень чувственной и должна вызвать эмоцию, сопричастность и понимание того, в какое время жили люди, что тогда происходило в блокадном городе. Поэтому мы придумали пять персонажей, которые жили в этот момент в городе. В нашей истории есть воспитательница детского сада. Ее озвучивает Нина Усатова. Это женщина, которая спасает детей и заботится о них. Есть девушка-художница. Она служит в отряде МПВО и помогает музейным сотрудникам сохранять культурное достояние нашей страны. Есть молодые ученые. Это очень важный момент, потому что ученые разрабатывали открытия и работали над тем, чтобы сохранять тысячи жизней. Это небывалая ответственность. Есть музыкант, потому что музы не молчали даже в самое тяжелое время. И ребенок. Отдельно хочется рассказать об искусстве. Более 600 работ здесь представлено. Я так понимаю, мы сейчас пришли в такую некую художественную галерею. Расскажите о ней. Она очень необычным образом вообще сделана. Да, действительно, сейчас так не экспонируют графику и живопись. Но мы вдохновлялись фотографией, которая была сделана на выставке 42-го года ленинградских художников. И здесь, в аудиогиде, история художественной жизни блокадного Ленинграда поддерживается двумя участниками, девушкой-художницей и молодым ученым. Немножечко забегая вперед, расскажу, что между ними завяжется роман. Все герои этого проекта драматургически друг с другом связаны. И именно в художественной такой атмосфере молодой ученый сделает предложение нашей художнице. То есть можно просто пронаблюдать их судьбу. Финальный момент, на который хочется уточнить. Мы сейчас находимся, я так понимаю, возле спортивного зала. И тема спорта здесь тоже особенно освещена. Тем более она имеет особенное внимание в концовке этого аудиоспектакля. Очень важную роль играл спорт в блокадном городе. Потому что спортивные соревнования, футбольный матч, они были такими знаковыми моментами, которые позволяли людям верить в то, что жизнь продолжается. И в то, что победа, безусловно, должна быть за советским народом. И Ленинград будет освобожден. И здесь история нашего мальчика, который рассказывает о том, что вся семья его погибла в блокаду, кроме мамы. Но он не имеет права умереть, потому что очень хочет стать чемпионом СССР. Правда, еще не решил, в каком виде спорта. Анна, спасибо вам большое. Друзья мои, да, действительно, за 4 минуты пройти все залы, а их здесь 22, конечно же, не представляется возможным. Но такая возможность есть у вас. Выставка откроется уже завтра и продлится до 12 мая. Коллеги, вам слово.